Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Гомельская область поширает межрегиональное сопрационерство с Российской Федерацией. Сегодня у Гомеля прошли перемоги с делегацией Пензенской области. Какие накерунки партнеры лечит наибольш перспективными и на кольки реальные досягнутые домовленности, ведая Олег Синтероу. Все ли это товароборот помеж Гомельской и Пензенской областями стал около 5 миллионов долларов. Неглядя на становочие сальдо, досягнутые объемы у Гомельским Абл в оконками оценивают как недостатковые. Стерот наибольш перспективных накерунков супрационерство у живелых годовли и сельскох господавших машинобудования. У Вогули контакты помеж регионами и их керувниками все это можно охарактеризовать як активные. У лютым делегация Пензенской области наведала Гомель. У вересни представники областей провели перемоги в рамках другого форума регионов, який прошел у Сочи. Та дышь до речи было подписано и погоднение об супрационерстве у гандлевоэкономичной, науково-техничной и культурных областях. По часу гэтага визиту россиян, размыва об конкретных накерунках, сёння на палетках Пензенской области техника Гомсельмаша складае 40% от агульного парку сельскох господавших машин. С золиком того, что ина зарекомендовалася без самога лепшага боку. Россияне не супрось протягнуть поставки, парчым усёй линейки, от невеликих комбайнов для фермерских господарок до могутных для буйных вытворцев, что, между тем, не выключает для гамельчан в необходности прорсовать во умовах постоянной конкуренции. У Пензенов створили специальные научальные классы, где, будучи владельниками техники, выучают у СЕЕ плюсы и минусы. На сегодняшний день два комбайна, это Полесье-8, Полесье-10, и мы рассчитываем, что эта линейка будет расширена вплоть до 14-й модели, чтобы студенты могли уже видеть новую современную сельскохозяйственную технику, и после того, как они закончат учебное изведение, у них уже сложатся свои предпочтения и понимание, какую правильную сельскохозяйственную технику нужно использовать на полях. Яшлядин, перспективный накерунок супросьонництва Гомельской и Пензенской областей, живёлагодовля. Сегодня наши партнёры – одна из основных вытворцов молока у России. Тут поспехов опросует неколько буйных живёлагодовочных комплексов. А летиапер у стратегию развития глины уносится коррективы. У Пензи вы решили выучить белорусский опыт в открытии относно невеликих ферм. Мол, такие могли бы створать представители малого и среднего бизнеса. Мы заинтересованы, чтобы наш опыт, который мы имеем в развитии животного отства, безусловно, был использован на территории Пензианской области. Возможны варианты поставки нашего оборудования, возможны варианты строительства компактных каких-то ферм. Ну и в целом, всё сопутствующее к этому виду бизнеса, безусловно, мы могли бы поделиться нашим опытом. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, суместно с Червоным Крыжем и ГДУ, имя Франциска Скарыны, провели акцию «Выбор за тобой». У Сусветный день братьбы со СНИДом у студентов и выкладчиков была махчымасть отримать консультацию по удельничеству анкетаванья, так само сдать экспресс-тест на ВИЧ. Экспресс-тест – это диагностика последнее. Выник можно доведаться уже про 15 минут. Коли 150 человек сегодня прошли такую проверку. Безумовно, таки тест не даёт 100% докладный диагноз у адрознений от анализу по крови. Даразь и сдать его можно у любой медицинской установки, где есть процедурный кабинет. А кроме того, сделать это можно и в Центре эпидемиологии. Проверка на ВИЧ-статус тут бесплатная и анонимная. Антитела проявляются только через 3-6 месяцев после инфицирования. Если после каких-то рискованных моментов, рискованного поведения прошёл один или два дня, то не стоит бежать и беспокоиться, сдавать анализ. Надо подождать 3 месяца. Сегодня растёт у взрослых инфицирования. 39% новых випадков заражения зарегистровано у людей старейших за 40 годов. Для сравнения, сярод молодей 20-24 годов ГТПК-шчак склав только 6,5%. На территории Гомельской области за 10 месяцев 2015 года зарегистрировано 447 случаев ВИЧ-инфицированных. Усяго на Гомельщине проживаю больше за 6 тысяч ВИЧ-становочих людей. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». И ещё одна акция, промеркованная до дня профилактики СНИДУ, пройшла в Гомельском театре «Лялек». Новученцам школ Центрального района об ВИЧ-инфекции рассказывали волонтёры-одногодки. А актёры театра показали спектакль. Театр «Лялек» и «Червоный крыш» довольно тесно супрацовничают. Суместные профилактичные и доброчинные акции стали уже доброй традицией. У день профилактики СНИДУ театр запросили старшеклассников. Не только как в спектакль поглядеть, а и как набыть необходимые виды. Школьники отримали буклет из информации об шляхах передач и способах профилактики ВИЧ-инфекции. Тут же волонтёры отказывали на питания, которые возникли у присутствующих. Таким чином был использованный принцип Роунина в Учае Роунахан. Завершил познавальный участок видеофильм. Это профилактическое мероприятие, которое направлено на то, чтобы молодёжь знала о данной проблеме, знала пути передачи, умела себя обезопасить в этом мире. Далее школьники увидели один из премьерных спектаклей у этого сезона «Фабль». До речи, эта постановка так само примушает задуматься. Очень интересный спектакль. Это басни, это тот спектакль, где каждый из зрителей может что-то для себя почерпнуть, сделать анализ и вывести мораль. В Белорусском Державном Университете Транспорту пройшёл областный этап республиканского конкурса «Студент года-2015». Перед членами жюри стояла непростая задача. Им нужно было выбрать из 8 интеллектуальных и итальянских претендентов одного, наибольшего дорого в учебе и творчестве, который представит Гомельщину на финале в Минске. Организатором конкурса «Студент года» является Белорусский Республиканский Союз молодёй при поддержке Министерства Адукации Республики Беларусь. Отказный заведовичное шоу регионального этапа у областных комитета БРСМ. За тем, как проходила напруженная конкурсная борьба в Гомеле, сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. «Энергичная, артистичная, кемлевая, разновакова творшая и интеллектуально развитая. Миновата таких претендентов объеднала яркое областное споборнество за гоноровое звание «Студент года-2015». У делу конкурса приняли представники усих высших научных установ Гомельщины. Гэта без перебольшания – лепшие из лепших студенты нашего региона». «Представлены самые лучшие студенты Гомельщины. Почему самые лучшие? Потому что среди условий, обязательных условий положения, для того, чтобы стать участником областного отборочного этапа, необходимо, помимо того, что иметь творческие достижения, участвовать в научно-исследовательской деятельности. И, кроме этого, иметь бал успеваемости не ниже восьмерки». Стипендияты престижных державных премий, удельники международных конкурсов и конференций, активисты студентского самокерования и Белорусского республиканского союза молоди. На сцене им треба было переодолеть с некольки неопростых творчих выпробований. Например, оригинально представить себе и свою высшую навышальную установу. До визитки конкурсанты подошли неординарно и креативно. Конкурсанты близко выявили себе так само у конкурсе ораторского майстерства, презентации особистого творчого портфолио, видеоролика и аутарского проекта, реализованного в этом году. Уси аутарские номеры конкурсантов были подобны только у одним особистым бачене кожного из них питания, яким повинен быть соправданный студент года. «Студент года – это человек разносторонне развитый. Абсолютно во всех направлениях он имеет какие-то успехи в учебе, в творчестве, в общественной жизни своей области, своего университета. Действительно человек должен быть, в первую очередь, с душой, которую вы можете сопереживать и чувствовать». По выниках усих конкурсных попробований у гоноровое звание «Студент года» з 2015 завоевала студентка другого курса филологичного факультета Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны Ганна Плохотнюк. «В садку на всех ведомых святах спевала, танцевала я, а в постановках мама с датом играли. Разом вся семья». У худким часе гэтая пригожая, талиновитая и высокодукаванная девчина отправится в Минск, ка представить Гомельщину у республиканским финале конкурсу «Студент года» 2015. Пожадаем ей творчих поспехов и бездакорного выступления на столичной сцене. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». Завершается подрихтовка до проведения первого областного конкурса «Миссис Гомель». Его удельницами станут жанчины, которые находятся в шлюбе и имеют детей. Кто претендует на титул самой пригожей матери и каким потребованиям должны ответить конкурсантки, ведут наши корреспонденты. У первого идея проведения конкурса «Миссис Гомель» огучили еще в 2009-м. Правда, организовать его оказалось не так просто. Алисюля та идея уреште стала реальностью. Наприконцы «Кастричника» провели кастинг жанчин, які знаходятся у шлюбе и маюсь дятей. Пришим до разгляду прималися заявы зусей в области. По выниках одобрали 15 лепших, пригожих знишне и с творшими сдольностями. Головный прыс и семейный тур по Европе. Хоть сам факт уделу в финале для шматкого уже перемога. Очень важное участие, потому что для меня это большой опыт. Когда-то в прошлом я уже участвовала, в молодые годы. И хотела бы попробовать свои силы вновь уже спустя многие годы. Организаторы кажут, что на великие нагрузки конкурсантки не скардятся. Хоть займаться приходится шмат. Пришим не только у центра моды и пригожостей, але и у тренажерной зале. Даречи жанчин, які працуют на предприемствах, на час тренировок от работы вызволяют. Тут за организаторами полное разумение. Навод на финал обецали прислать группы подтримки. Имя миссис Гомеля даречи станет вядома 10-го снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и покажут усе свои таленты. Нужно будет показать как раз-таки свои артистические способности, умение искусства дефиле, которому они учатся сейчас, вот уже на протяжении недели и еще впереди недели подготовки. Девушки занимаются своей внешностью, хореографией, танцами, дефиле. И все это покажут на сцене 10-го декабря во время мероприятия. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». Глядите, завтра в 18.10 у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Деялог». Гость студы – директор, мастацкий керауник Центра моды и прихожостей, Крыштальная нимфа Клим Андреев. Свое питание можно задать по телефоне промога эфиру «Гомели» 77 68 45. У областной универсальной библиотецы презентовали персональный выставочный проект «Искры життя». Свои фотоработы, живописы, графику у им представил гомельчанин Артур Шнейдер. Займаться творчостью автор начал еще в раннем детстве. Захаплялся маляванием, удельничав в разностайных конкурсах. У старейших классах начал заниматься и фотографией. У ГТЖ годы захапился разбой и размалил кайпа древе. У конце 90-х начал спробовать себя в живописи. Затым скончил Белорусский университет культуры по специализации культуролог. Зараз займая посаду головного специалиста, головного управления идеологичной працы, культуры и по справах молодей Гомельского Аблывы-Канкама. Кажет, что до этого по обовязку службы приходилось организовать только чужие выставы. И вот нарештим астакую самому пропоновали открыть персональный проект. Первый рисунок, первый опыт, наверное, у меня был 4 года. Это мне мама рассказывает, как я прослушал по радио сказку, нарисовал рисунок по этой сказке. Была такая передача «В гостях у Клюши и Мишки», по-моему, так. Но это очень давно было, это в 70-е годы было. И мама мой рисунок отправила в большом конверте на Минск, в Красную 4, на Республиканское радио. И я сидел у радио, прислонившись, и слушал. Там называли чей-то такой велизный конверт. И достали мой рисунок, и этот плюшевый Мишка меня очень хвалил тогда. Это была первая проба, наверное. Сяродь инших – еще одно захопление Артура Шнейдера. Створать копии картин вядомых мастаков у приватности Айвазовского и Саурасова. Один из прикладов можно увидеть и у экспозиции нового выставочного проекта. У целых тут каля 30 работ. Среди них и самая первая из маляуничных полотно под назвой «Зима», которое было написано 400 лет тому. Новые регионы и информацию об проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете. По адресу www.tvrgomel.byway. На этом выпуск завершен. У студии работала Наталья Игнатенко. До встречи в эфире.